К 14 августа в образовательных учреждениях должны быть закончены все ремонтные работы. Выполнены все требования пожарной безопасности и соблюдены все санитарные нормы. В 13-й школе заверяют, все будет сделано в срок. Денежная помощь от шефов Магнитогорского металлургического комбината была оказана своевременным. И большая часть запланированных работ уже завершена. Напомним, ММК выделил городским школам порядка 3 миллионов рублей. Отделение 13-й школы в поселке Цементный не просто образовательное учреждение, а скорее Центр культуры. Здесь проходит большинство поселковых массовых мероприятий. Поэтому и руководство школы, и шефы уделяют большое внимание как внешнему виду здания, так и состоянию классов и спортзала. Отделку фасада спортзала сайдингом сделали несколько лет назад. А вот на ремонт крыши деньги нашлись только в этом году. Помог Магнитогорский металлургический комбинат. На отделение школы было выделено в этом году на ремонтные работы 75 тысяч. Основная сумма из этих средств была потрачена на ремонт крыши, примыкание крыши, спортзал и детский сад. Состояние крыши было плачевное. Если это примыкание, значит вода протекала и в детский садик, и в спортзал. Выделенных комбинатом средств на ремонт школы хватило и на замену водосточных труб. И желоба прогнили, забились листвой и травой, из-за чего вода либо скапливалась на крышу, либо стекала ручьями прямо по фасаду, размывая штукатурку. Семь стояков поменяли полностью от верха до низа, заменили. Сейчас делаем частичный ремонт. Здесь вот отметы стоят, которые не будут размывать ни фасад, ничего. Этому отделению 13-й школы повезло. Спонсорскую помощь оказывает не только металлургический комбинат, но и магнитогорский цементно-огнеупорный завод, который входит в группу компании ПАО ММК. Шефы в этом году решили оплатить замену окон на пластиковые. Деревянные рамы исчезли на лестничных пролетах. Они уже не открывались, все уже разбухло от влаги. Везде были на них, они еле держались, они буквально выпадывали. Пластик, пластик поменяем, долго прослужили. Грамотно распорядившись деньгами, руководство цементно-огнеупорного завода выделило школе 150 тысяч рублей. Шефы вместе с директором образовательного учреждения нашли средства на обновление столовой, закупили новые табуреты. А вот стены здесь расписывали не подрядчики, а местный учитель ИЗО. Надежда Наяксова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Субтитры создавал DimaTorzok